В прошлый раз мы остановились с вами на схоластике и патристике То есть был такой период в развитии философии, когда она была под гнетом религии и церкви То есть они не разделились, вот самое главное было, это изучение Бога А как его изучать? Бог, ведь он ходил, как учат, ходил и ничего письменно не давал Такие были и философы, между прочим, Сократ, ничего не наставил, никакого произведения Но его ученики как бы записывали, трактовали, но уже они стали свои, так сказать, учения развивать И оставили письменные произведения Ну вот, а поскольку он ничего не записывал, то, скажем, каждый, кто записывал, он немножко по-своему записывал, правильно? Вы сами знаете, сейчас возьмем ваши конспекты Они все будут чем-то отличаться Ну это хорошо конспекты вот сейчас А записывали эти люди, которые, вы же меня тут на самом деле видели, а люди никогда не видели этого Бога И они это излагают, учение Бога никогда не встречаясь с этим Богом Как им кажется Как некоторым кажется, что вот им что в голову приходит Раз оно в голову пришло, уже не само же к вам пришло в голову Значит оно как бы осенило вас А если осенило, значит Бог вам вложил истину в голову Поэтому если вы то, что вам в голову приходит, будете записывать Это, наверное, и Слово Божие будет Поэтому этих Божьих слов оказалось очень много и самых разных вариантов То есть после смерти Христа, если считать, что он был живой человек И Христос возведил свое послание, доверившись живому Слову То есть ничего не записывал То после смерти его Слово было записано А как после смерти записывать? Представьте себе, что вы будете записывать через 10 лет После того, как мы с вами встретились И что будет? Ясное дело, что один так записал, другой так записал И записи эти появились, начиная с середины первого века С середины первого века Их становилось все больше и больше Но лишь некоторые из них заслуживали доверия Чьего доверия тоже вопрос такой, субъективный, правда? Одни доверяют, другие не доверяют Да так кто тут в этом, кто правильнее понимает Христа, кто неправильно? Вот если вот я считаю, что вы неправильно понимаете Слово Божие А вы считаете, что я неправильно понимаю? Я говорю, вы слишком молодая, чтобы правильно понимать Слово Божие А вы скажете, а вы уже устарели, чтобы понимать Слово Божие И вот мы начинаем с вами споры по поводу того А что действительно истинно говорил Бог И поэтому первая задача не столько собрать, сколько отобрать материалы Отделив истину от фальшивых И то есть вот какая-то часть общества этим занялась В 367 году сложился канон Нового Завета Что значит канон? Это, дескать, вот это отобрали Это такие подходят рассказы, а такие рассказы не подходят Почему, говорим, канонический текст, да? Отобранный уже А кто отбирал? Ну тут есть какой-то субъективизм? Конечно есть Кто назначал тех, кто отбирает? Они сами выдвинулись Сейчас так в политике происходит Вот выдвинулись кандидатами, они отбирают Пошли и зарегистрировались И выступает кандидат Грудинин выступает, Собчак выступает, Титов выступает и так далее И каждый, но только они не послание Христа Они рассказывают, что должно сделать Что надо сделать И каждый свое А если бы они за этим понимали Слово Божие Они бы сказали, вот Бог послал меня для того, чтобы я вот так сделал Вот они так тогда говорили Они не в таком Что я считаю, что... Нет, это я считаю А раньше говорили, не я, а вот Бог захотел, чтобы сделали мы так А вы говорили, нет, Бог этого не хотел Бог хотел вот так И мы спорим, что хотел Бог А вы говорите, да вы оба неправильно говорите Я знаю, как Бог хотел Вы откуда можете знать? У меня вот это... У меня это осенило А вас не осенило Откуда вам знать Слово Божие? Ну и вот Почему это говорится схоластический? Схоластические споры Схоластика Это вот такого рода рассуждения Которые ни на что не опираются И на самом деле ничем не доказываются Но вот даже после того, как сложился Канон Нового Завета Появление так называемых священных текстов Не исчекает Да что там священные тексты? Вот я вам скажу, что Наверное, вы слышали, может, когда-нибудь Что есть великая теорема Ферма Которую Ферма Сформулировал и умер А никто ее не доказал Может, он и знал доказательства Но он не передал И вот мы наблюдали Когда учились на матмете Тут на десятой линии Приходили ферматики Придут в фуфайках Там еще какие-то люди Что мы доказали теорему Ферма Которые тетрадки там у них Вычисления какие-то и так далее Ну вот Ну, значит, там пару третьекурсников И второкурсник еще один Сядут и представляют Что я профессор такой Я профессор такой И с ними обсуждают С ними разговаривают Говорят, это очень важно Давайте ваши эти материалы Ну, так же не вгонять их Ну, и как бы Как-то успокаивали этих ферматиков Они потом успокоены уходили Говорят, а это мы все передадим Это вот очень ценный вклад в науку Ну, конечно, никакого там доказательства не было Ну, и по-прежнему некоторые люди Бредовые философские идеи выдвигают И думают, что это на самом деле Какая-то умная идея Постоянная Или кто-то решил, что он Поэт очень хороший Потому что он может ритму Вот вы знаете ритму на слово «пакля»? Много А? Много слова Много И не мешайте людям Они творчески развиваются А вы хотите их вот опередить Найдите вот Не знаете Это в Незнайке там Помните, поэт Светик был А Незнайка вот ему стал объяснять Говорит, вот Давай, говорит Пакля тут Говорит, а нету такого рифмы И тут, говорит Рвакля, жвакля Стал ходить и этот поэт искать И тоже не мог никак найти Ну, и так далее Если вы найдете рифму Так вы станете поэтом? Еще нет, правда? То есть рифмоплёдство Это не значит поэт Потому что поэзия Это искусство Художественный образ надо А если у меня нет Художественного образа? Ну, не приспособлен для этого Нет проблем сложить стихи И в стихотворной форме Вам преподавать философию Вам будет скучно Мне будет тяжело Ничего это нас не продвинет Так Возникло потребление Защищаться от нападок Противника со стороны Евреев, язычников Еретиков, гностиков Что такие гностики? Они что-то все знают много Гностики И утверждает гнозис Это знание Вот Надо защищаться от них Отцы церкви Это люди Которые создавали Доктрину христианства Значит, вот Выбились такие люди Которые Доктрину создавали Как сейчас относятся К доктринерам? Хорошо или плохо? Вроде плохо Но есть военная доктрина У нас или нет? Как вы думаете? В государстве есть Военная доктрина? То есть как бы Вот она сложилась уже Такая позиция Устоялась И она доктрина То есть Надо ей подчиняться И из нее исходить А доказана она Но если бы она доказана была Она не доктрина бы называлась А истина Правильно? Доказать это не значит Просто заявить Вот доктрина Доктрина христианства И вот И вот Эти самые Директринеры Создавая доктрину христианства Такие проблемы Главные Обсуждали И рассматривали Первая проблема Троичности Вот как это может быть Что Бог Отец Бог Сын И Бог Святой Дух Может это быть Или не может быть Может быть Раз Бог такой Значит может быть А как это может быть? Вот и начинают Это обсуждать Троичности Ну вот если Возьмем Любого человека Отец есть у вас? Есть Значит Если вот считать Что вы Бог То у вас есть Отец А тогда вы сын А Святой Дух У вас может позиции Одинаковые Со своим Папой Значит И вот он Святой Дух Он и в нем И у вас Вот можно так Эту проблему решить Что при этом Получалось 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 Что мы опускаемся От Бога Идем к человеку Или на самом деле Что-то человеческое Которое вот Просто в любой Семье есть Возвышается И переносится Куда-то На фантастическое Небо Вообще Религия Это что такое? Одна из форм Постижения мира У Гегеля В феноменологии Духа говорится Что есть вообще Три формы Постижения мира Первая форма Постижения мира Это религиозная То есть Весь наш земной Мир Мы рассматриваем Как мир Фантастический Там на небе И поэтому Получается Что там А мы как бы Уже подобные Или преподобные Какой-нибудь Преподобный Михаил Так кто кому подобен Если я подобен Богу Да Бог подобен Мне Так кто явился Прообразом А кто образом Стал Вроде как считается Что мы подобны Богу Должны быть А можно считать И наоборот Что вот Религия Это изображение Нашей земной жизни И понимание Нашей жизни Как жизни Фантастической Небесной Поэтому А фантазия Она берется Из Из реальной жизни Она отталкивается От нее Поэтому Во всяких фантазиях Есть то Что Может быть Норовоучительным И поучительным И элементы знания Есть Правильно Нельзя сказать А это только фантазия Вы же понимаете Что во всяком Хороший Фантастический роман В себе содержат Такие Зерна знаний Зерна морали И так далее Верно Поэтому Это форма Постижения Мира Обратите внимание Не познание А постижение А есть постижение В образах Это искусство Музыка Литература Скульптура Архитектура Живопись Там не важно Что какие мысли Были у вас Когда вы создавали Это творение Вот пытаются В филармонии Выдавать листочки И там написано В чем содержание Этого произведения Одесское Самопрограммное И тогда получается Что щелкунчик Это вдохновился Щейковский Тем как колет орехи Тим щелкунчиком И на эту тему Написал целый балет Ну как вы понимаете Это Или там Пиковая дама Это про игру в карты Содержание В этом что ли Этого Нет Потому что А вы приходите Вы под У вас создаётся Опрелённое настроение И чувства у вас Возникают Не от того Какие слова говорят А музыка Какая такая Которая вас Берёт за душ И как можно Вот вы сидите Мы сидим На одном и том же Концерте с вами У меня одни мысли У вас другие У вас третий У вас четвёртый Разве одни Те же мысли здесь То есть Мысль тут не нужна Непосредственно От художника К зрителям К тем Кто К слушателям Передаётся Настроение Правда И чувства И в этом Величие Вот Художников Вот скажем Художники слова Чего они такие Толстые романы Да они будут Вот столько доказывать Сейчас были Тучи сгущались Сейчас будет Нагнетать Прежде чем Что-то произойдёт Сначала вам будут Рассказывать Как сгущались Небо И вдруг И гроза началась И тут тогда Вот то событие О котором Они рассказывают И свершилось То есть Это имеет Художничный смысл А не в том Дело Что Когда Ходят тучи По небу То там электричество И иногда Бывают электрические Разряды Не это имеется ввиду Правильно Вот Ну и Высшая форма Постижения мира Научное Постижение в понятиях Высшая форма Постижения мира Постижение в понятиях Понять значит Выразить в понятиях И не надо путать науку Искусство И религию Это разные формы Постижения мира Мы не можем сказать Что через религию Человечество не постигало Вообще Можно сказать Что детство Человечество Прошло Так что в религиозной форме Форменных Все так сказать Творения Создавались Правильно Скажем Архитектура Проявилась Как в строительстве Церквей И храмов Разных Да Дворцов Тоже Связанных С поклонением Тем или иным Богам И музыка Там И песнопения Церковные А художники На каком поприще Просветали Иконы писали А почему получается Что Божья Богоматерь Похожа на Молодую мать С ребенком Да потому что Какие образы Они брали Для себя Для того Чтобы написать Богоматерь Ну и реальных Женщин Которые Родили ребенка И вот они Его Вынашивают Кормят Воспитывают И так далее Ну вот Было такое время Когда проблемы Такие вот Проблемы Троичности Проблемы Инкарнации Установление Двух Начал В одном Лице Иисус Истинный Бог Истинный Человек Соотношение Свободы И благодати Вот вы Знаете Соотношение Свободы И благодати И вот Мы бы Сейчас Перенесемся В то время И начнем Обсуждать Хорошо бы Иметь Благодать Правда Вот вы сидите Солнце светит Тепло Не холодно Благодать А откуда Это благодеяние Кто это Вас обеспечил Этой благодать Откуда Она снисходит На вас Вы подумали Об этом Думаете Так просто Благодать Вот у нас Государственный университет У нас от государства Нас нисходит Эта благодать И свет И мебель И здания И все Прочее А свобода Кто-нибудь Может сказать Что такое Вот даю Возможность Вам проявить себя Сказать Свобода Что такое Вы скажете Вот они Люди не понимали Что такое Свобода А вы понимаете Вот мы сейчас Первый век Нашей эры Как понимали Свободу А как В 21 веке Наши товарищи Студенты В Санкт-Петербургском Государственном университете Правда Ничего пока Не изучавшие Это на философии Понимают Свободу Вот вы понимаете Что такое Свобода Примерно Интуитивно Интуитивно То есть Могу прийти на лекцию Могу не прийти Это что ли Понимание Свобода Это свобода Какая у вас интуиция Что вам интуиция говорит Интуитивно Интуитивно Надо понятие дать Свободы Тогда это будет Научное постижение А интуитивное Это вы меня призываете К тому Значит Михаил Васильевич У меня интуиция есть А у вас нет Что спрашиваете Вам это не понять Это вы хотите сказать Вот Есть попытка Возможность Осуществлять свои права При этом Не мешая права Прогиб людям Пожалуйста Вы прыгивайте в окно Никакие права Наши И вы не нарушаете Это возможность Для вам Обеспечена Прыгайте Только не говорите Что я вас призвал Просто я разъясняю Что у вас Причем разъясняю Вам Строго От соответствия С законом Нет такого закона О запрещении Выпрыгивания С 15 этажа Нету Значит это признак Завод А? Значит это признак Завод Вот вы Как вот вы Сформулировали Я так И ведь для чего Дается определение Чтобы им пользоваться Я начинаю пользоваться Вашим Получается какая-то ерунда Я сказала Что это возможность Возможность у вас есть А я же не говорю Что надо обязательно прыгать Возможность есть у вас Видите что вы свободны Потому что вы можете Вот вам не нравится Что я сказал Вы открыли окно И выпрыгнули С пятого этажа А можете даже написать записку Что я в качестве А? Ну а почему вы думаете Что это свобода Как доказать Что это свобода Ну есть такая возможность А какая-то такая Грустная свобода Вот например Такой вопрос Как вы сказали Возможность и право Да? Да? Ну возможность Осуществлять свои права При этом Неся за них ответственность И не нарушают Ваши такие люди Ну так вы тут Ничего не нарушаете Наши права вы не нарушаете А выпрыгнули Еще? Я несу за это право ответственность А вы ответственности понесете Вы же разобьетесь Не мы же разобьемся Я понимаю Я понимаю что Смерть как бы Негативно скажется На каких-то Ну скажется негативно Ну конечно Будем скорбить Но как бы Права наши Не нарушили А ответственность Вы же должны Вы же про свою ответственность Мы что ли должны Ответственность нести за вас Вы сами должны Нести ответственность за себя Вы не понесли Вы же разобьетесь Вы понесли А? Я думаю что Маргарита Имела в виду то Что свобода подразумевает Лича всегда выбора И наверное то Что мы не можем говорить О абсолютной свободе в обществе Поскольку она всегда ограничена Значит Выбор свободы Сейчас я вам выбор предложу Значит предлагаю вам Я думаю что Маргарита Это подразумевала А вот что вы подразумеваете Я вам выбор предлагаю Повеситься Застрелиться Или утопиться Выбирайте Свобода выбора Вам полная дана Повеситься Застрелиться Или утопиться Проходите Вот, давайте спросим, товарищ, вот если вы сейчас выберетесь, утопиться вам, повеситься или застрелиться в связи с опозданием, это вы будете считаться, будет считаться, что вы свободный человек, если вы выберете из этих трех и, соответственно, совершите такое действие? Ну нет, если я не хочу ни того, ни другого. Это не прошел ваш номер. Это не мой номер, я сказала, что я приписываю. Не надо ей приписывать, она говорит, я за свое буду ответственность нести, еще за ваше она высказывание будет ответственность нести. То есть я для того, чтобы знать, что такое свобода, должен знать, что такое права. А вы знаете, что такое права? Право знаете, что такое? Кто кем даны? Кем они вам даны? А, вот мы как раз это изучаем. Кто-то дал права вам? Кто? Фамилия? Кто-то вам дал такие права. Откуда вы их взяли? Не, ну в обществе, в обществе, надо же, откуда заберутся эти права? Вы же говорите о правах. Вот тут у них все ясно. Есть канон, Бог дал право. Веление свыше, дает такие права. У них все хорошо. А у вас как-то не увязывается. Откуда, что это за права, какие-то права? Бывают такие права, бывают такие. Потом право меняется, а само право что такое, знаете? Вообще право, что такое? Ну, я сейчас вот постараюсь вашу конструкцию немножко пошатать. Вот скажите, пожалуйста, бомж сидит на помойке, читает книгу летом. Сейчас плохо читать на помойке, а летом хорошо. Потому что тепло. Там какую-то еду приносят, недоеденную. И, так сказать, вот он сидит и мебель выкидывает туда. Он сидит там на кресле. Солнышко светит, он читает. У него ни за квартиру ему не надо платить. Ни в магазин ходить. Ни тем более ходить на занятия. Еще тут будут некоторые тут вопросы задавать, отвечать. Ничего не надо. Вот он сидит. Вот скажите, вот это бомж. Он, право на жилье есть у него? Нет, подождите. Я на жилье, подождите. На жилье есть у него право? У него есть право и на собственность. Подождите. На жилье-то мне скажите. Есть на жилье? Под частной собственностью жилье и все что-то. Подождите. Сразу туда прибавляйте много. А я так не хочу. Давайте вот... Я же спросил, на жилье есть у него право? Вы сказали, есть, есть. А жилье у него есть? Нет. То есть вы право свели к формальному провозглашению каких-то прав. А на самом деле, то есть если у него пищи нет, а право на пищу есть. Жилья нет, а право на жилье есть. Семьи у него нет, а право на семью есть. Конечно, он не всегда нет. У него паспорта уже нет, а право на паспорт у него есть. Это, чтобы ему теперь восстановить паспорт, можно себе представить, если человек с помойки придет, у него никаких справок нет, ничего. Это же он замучается, а право есть у него. И это, вы считаете, он свободен. То есть как вот эта свобода не изводится. А вот Чернышевский говорил про такое понимание прав, что это вот права человека, дескать. Каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. У вас есть золотое блюдо? Нету. А право есть? Есть. У вас есть золотое блюдо? Дайте нам время. У кого есть золотое блюдо? Дайте нам. Мы по кругу пустим, и каждый лизнет. То есть свобода вот вот Гегель как формулирует. То есть непростой вопрос. Это вот товарищи тут обсуждали. Почему? Они же обсуждали, не дураки были. Мы хоть говорим, да, это было время ранее, там, первый век, то есть все, но тут не надо к этому так относиться, что это вот пустячки. То есть они обсуждали, как могли. Они тут обсуждали, так, как же это Бог, Ботец, Бог Сын, Бог Святой Дух, потом они обсуждали, как понимать эту свободу, как благодать понимать, и решение не нашли. А вот Гегель такое предлагает решение. По Гегелю свобода есть осознанная необходимость. И от него потом вот эту фразу Гегель Энгель повторял. Свобода есть осознанная необходимость. вам нравится такое понимание свободы какое-то суровое такое понимание до свободы есть осознанная необходимость то есть для рассмотрения товарищи записывать для того чтобы посмотреть на него и подумать вот если посмотреть и подумать я вот я бы сейчас вот подверг бы критики это понимание гегелевское понимание свободы представьте себе но мы должны как проверять в это определение такие понятия смотреть нет ли опровергающих примеров правильно будет подход что человек точно не свободен а подходит под это определение вот представьте себе что я сворвал 100 тысяч но никак увлекаем 100 тысяч всего и меня посадили в тюрьму на пять лет я просидел два года и когда там сидел в тюрьме я осознал что не хорошо так делать и что правильно меня посадили и что правда что и правильно что я еще три года буду сидеть два года уже просидел а поскольку я уже осознал эту необходимость и меня посадить в тюрьму и мне находиться в тюрьме все пять лет осознанная необходимость на лицо освободен я теперь что ли три года еще буду сидеть свободный я или все-таки или в тюрьме или заключенные или не свободный я не свободный правда то есть вот такое понимание как осознанная необходимость она вроде такой красивая и философия она себя проявил в гегелевской но нашему так сказать не очень оно совпадает с нашим представлением и пониманием у маркса совсем другое определение свободы которые я хочу вам сообщить поскольку это редкость потому что маркса там читают берут из него это 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 обычно вот эти вещи просто не знаю вот маркс говорил что свобода есть господством за обстоятельствами сознанием дела и даже вот некоторые то что вы хотели сказать там то есть я должен не нарушать там права там что то такое есть у вас в этом в этом направлении то есть вот если господство надо мной господствует обстоятельства то есть я хотел бы это сделать это это дело но не могу потому что вот это на меня навалилось. И это навалилось. Сами знаете, сколько всяких бывает там событий, проблемы, здоровья, финансов нет, условий нет, и как отношения складываются с другими людьми. Если человек становится как песчинка, которую толкает вот поток, или щепка, которая в бурном потоке туда-сюда перемещается, она не может ничего своего сделать, потому что ее обстоятельства куда-то загоняют, прибивают, и потом куда-то сбрасывают, и все. И в сторону, и пеной грязной ее обволакивают. Так свободен человек тогда, когда он, когда над ним господствует обстоятельство, или когда он господствует над обстоятельствами. А вам удается, так сказать, все-таки решать намеченное то, что вы задумали, осуществлять. А раз вы осуществляете, значит вы господствует над обстоятельствами. Правильно? Вот это называется свободой. Когда не обстоятельства над вами господствуют, а вы господствуете над обстоятельствами. Но в определении написано сознанием дело. А вы знаете, что есть закон о уме? Вот вам захотелось господствовать обстоятельствами, вот сунуть туда, сейчас снять вот эту крышку и туда пальцами, наконец, всю жизнь мечтали с детства проверить, что будет, если взять и двумя пальцами замкнуть цепь. Ну хорошо здесь 220, я думаю, что вы отскочите. А если тут 380, а если тут 1500? Не бывает таких случаев, что человек полез куда-то, куда не надо лезть и, потому что он решил господство над этими обстоятельствами, а там температура, там напряжение 1000 вольт, и превратился в уголек. А вы закон о уме можете отменить? Нет. Закон кулона можете отменить? Нет. Закон всемирного утяготения можете отменить? Поэтому вы же не прыгаете туда. Почему? Вы знаете, что вы, если хорошо будете лететь, только 4 первых этажа отсюда. Даже вы не успеете сообщить по телефону, что полет проходит нормально, а уже вы там и разбились. Поэтому это господство написано. То есть выпрыгнуть вам удастся. Вот у нас некоторые граждане моложе нас с вами, моложе вас. Меня точно уж моложе, и вас моложе. Залезут на какую-нибудь вышку в Москве, и селфи сделают, сорвались и полетели, и все. И вечно они молодые, потому что фотографии только молодые. Вот старых таких фотографий, где он уже в возрасте не будет. Потому что а какой они закон не учли? Они не учли закон тяготения, между прочим, который существует, независимо от того, учли его или не учли, он все равно есть. Недавно была эта история, двоя пара. Значит, мужчина, который, так сказать, вроде и держал свою жену, и жена так, она красива, так, на скале, и такой снимок, как она делает снимок. Не удержал, так сказать, она сорвалась, и все, и превратилось, так сказать, в скопление обломков. Может, она еще и не урла, а будет мучиться всю жизнь, инвалид. Поэтому здесь вот конец этого определения, это не просто господство над обстоятельствами, господство над обстоятельствами, сознанием дела. Или возьмем вот такой пример, уже реальный, жизненный. Вот наступление в Кенигсберге было. Там мощные были укрепления, очень немецкие, и такую инструкцию давали красноармейцам, что солдат, ты не один, вас двое, ты и граната. Инструкция такая, вот вы заходите туда, первым делом, потолок, автоматная очередь. Что дает это? Автоматная очередь дается оттуда, как вот эти все пули, отталкиваясь от потолка, они начинают везде все поражать, чтобы там никто не остался в живых. И гранату тогда бросай, а после этого заходи. Это сознанием дело. Вот скажем, в принципе, вот скажем, вот если вы сюда будете сейчас ломиться, это противоречит пониманию свободы. Потому что что, вот дверь, а вы ломитесь сюда. Но если это в Кенигсберге, вот нужно здесь пройти, кидайте гранату и проходите, а не ждите. Там, может, там за дверью ждут вас с пулеметом или с базукой, с пушкой и так далее. Вот здесь тогда проламываете, видите. То есть это вот подходит под это определение, противоречие очень глубокое, и под него подходит вся ситуация со свободой. А определение нужно не для того, чтобы украсить, так сказать, какое-то вот произведение, а для того, чтобы взять в основу этим руководствоваться в жизни. То есть вообще человек свободный, когда он господствует обстоятельствами, когда он свои цели, которые он ставит, не права. Права – это негативный такой характер. Не нарушая ваших прав. Да я не нарушаю ваших прав, черте что могу натворить. Сейчас вот встану на голову, на голове танцевать. Какие права аж нарушил? Никаких. Так я должен лекцию вам читать, а вместо этого я что буду делать? То есть это такая негативная, не нарушая тут. То есть тут нет positivamente того, что я господственное обстоятельство. А что значит господство? Вы же не просто хотите быть господином. Вы, наверное, думаете что-то, так сказать, хорошее хотите сделать, правильно? Великое. Но так если вы великое делаете, то вы с учетом обстоятельств вы делаете это великое. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Плох тот студент, который не хочет стать настоящим специалистом, правильно? Плох тот, так сказать, журналист в становлении, который не стал настоящим журналистом. Ну-ка. То есть не то, что кто-то вашей рукой будет водить, а вы будете свободно писать и реагировать на любые события и глубоко их освещать и анализировать. И людей просвещать тем самым. Причем просвещать по свежим следам. Не то, что вы через 5 лет напишите книгу, как наш брат, ученый, не журналисты, делает. Через 5 лет я напишу книгу и скажу, что мы делали не так, как выяснилось через 5 лет. А вы сразу должны реагировать, правильно? Ну, если вы сразу, может, не совсем точно, но зато быстро. Оперативно. А люди сейчас хотят знать. Я им говорю, ничего, ничего, я через 5 лет вам все объясню. А потом они приходят, а меня уже нет. А я вам сказал, что я вам все объясню. Вот что еще требуется журналисту? Это такой быстрый ум, а не то, что ум, который, так сказать, тугодум. Есть разные люди. Есть быстрого ума люди, а есть, вот если это журналисты, они же сейчас должны сказать. Ну, пусть вы, а как вы можете сейчас сказать и не ошибиться? Значит, вы сделаете в более общей форме. Потому что конкретно вы еще не знаете, но в общем-то форме, ты же понимаете. Мы сейчас вот об этом, мы когда начнем дальше этот курс рассматривать. Философия изучает всеобщее. Если вы не можете на этом уровне абстракции конкретно сказать, скажите еще больше в общей форме, что получилось вот так. А более конкретно вы пока не можете сказать. Но вы уже сказали слово свое. А потом вы будете дальше изучать, потом попозже еще скажете, поглубже, поконкретнее и так далее. И тогда вы господственные обстоятельства. Вы формируете обстоятельства такие. Надо сформировать общественное мнение. Кто формирует? Ну, почему говорят, что журналисты – это четвертая власть газеты? Вы формируете. Эти входят там звонки, бумаги, циркуляры. Вы без всяких звонков и циркуляров сразу, так сказать, воздействуете на умы. Так? Так. Ну, так вы должны на умы воздействовать в соответствии с чем? Ну, в соответствии с линией на прогресс. Или вы с линией на регресс будете воздействовать. Надо решить для себя крупную такую проблему. Мы будем поддерживать прогрессивные изменения или реакционные. Конечно, надо разбираться тогда, что такое реакционные, что такое прогрессивные. Но это и будет означать, что свобода есть господственным обстоятельствам и сознанием дела. То есть надо дело рассматривать, изучать. И хороший, толковый журналист, он, между прочим, не просто мнение свое высказывает, а он может это обосновать. И он разбирается в том, о чем он пишет. И поэтому получается, что люди, вот талантливые журналисты, они, вот они такие с цепким таким умом, они хотят разобраться в этом противоречии и занять ту сторону, которая прогрессивной является. А во всяком явлении есть и то, и другое. Можно сказать, тут и то, и то есть. И, так сказать, отписаться. Сказать, что я и это сказал, и это сказала. Если это вот победит, то я уже об этом говорила. А если это победит, то я об этом говорил. Поэтому тут надо позицию занять. А это непросто. Так. Ну, то есть вот была такая проблема. Отношение веры и разума. Ну, какое может быть соотношение веры и разума, когда господствует религия и церковь? Разум под гнетом веры. Если, так сказать, этот разум, если эта вера никак не подвергает сомнению, то, пожалуйста, говорите. А если это вы начинаете замахиваться на Бога, на Его творение, на Его существование и так далее, то это все подлежит изгнанию. Предшественник отцов церкви Филон Александрийский оперирует понятиями, неведомыми греческой мысли. Например, творение. Бог создал материю из ничего, а лишь потом придал ей форму. И получается, что есть материя без формы, а есть форма, потому что Бог ей придал. Ну, так вот можно все объяснить. И тогда этот Бог превращается в отмычку, в объяснение для всего. То есть там, где мы не можем сказать и не знаем, мы говорим, ну, Бог, потому что так сделал. Почему так? А Бог так сделал. Блистательными представителями патристики были Климент, Ориген, Иоанн, Дамаскин, Тертулиан, который высказал знаменитое. «Верую, потому что абсурдно». Но это для нас не ново. Вот «Квадрат Малевича». Считается великим произведением искусства. И некоторые так и считают. Потому что, как бы им неудобно сказать, ну, какое это произведение искусства, если я могу такой же квадрат нарисовать точно так же. И круг могу нарисовать. Никаких не надо иметь талантов художественных, чтобы это нарисовать. Но он же что-то такое имел в виду. Но это можно приписывать все, что угодно. Это же не из искусства это исходит, а это исходит из отдельной головы и приписывается этому. Причем уже приписывается не самим художникам, а уже общественным мнением. Как в сказке про голого короля. Да? Он же одетый. Но все же говорят, что он одетый. Вы же не скажете, что он голый. Это же король. Как вы можете сказать? А как вам? Вот скажите, что вам не нравится «Квадрат Малевич». Ну, как всем нравится, а вам не нравится. А то его. Вот он. Он противник современного искусства. Давайте его выгоним отсюда. А его гоняли же, наверное, не соответствует канонам. Правильно? То есть было такое время, когда, мало ли там, он сейчас начнет что-то рассуждать. Что выше, вера или разум? Вот мы сейчас говорим, живем в такое время с вами, сейчас вот находимся в рассмотрении, что вера выше разума. Забудьте про ваш разум. Абсурдную. Верую, потому что абсурдно. А чтобы прийти к Богу, что нужно сделать? Философию изучать? Или просто быть простодушным? А? Почему вот эти еродивые-то? Они вот как бы богоугодливые. А почему это убожество? Это что такое? У божества. Они Бог держат. Они убожества, убожества. У Бога они на содержании. А вот они-то и как раз и божьи люди и есть. А вы тут уже наслушались в университете всяких лекций, а уже с вас нормальный этот богоугодный человек не получится. И из вас не получится. Что смотрят? Не получится уже. Все. Испорчены вы уже. Какой курс? Четвертый? Ну все уже. Это уже невозвратно. Философская культура не помогает, а мешает. А вы, еретики, пришли философию изучать. Правда, вы не сами пришли, но вы могли бы восстать против этого дела, за дело Божье. А вы не восстали. Вот некоторые так частично восстали. Пришли позже. Вот эти двое. Вот они и есть еретики. Но не полные такие еретики, частичные еретики. А эти скрытые еретики, они пришли, на самом деле, чего мы сюда пришли? То есть мы тут вот, то есть это вот проблема. И поэтому наука почувствовала себя свободной, когда она от этого оторвалась. А тут пока не оторвалась. Вот августин-аврелий, 354-й, 430-й год уже на нашей эре. Бог – это нематериальный, всемогущий абсолют. Ну что вы у меня возразите? Нематериальный, всемогущий абсолют. Раз он всемогущий, чего вы будете спорить? Вы не все можете, а он все может. Как вы можете его переспорить? А я представитель этого всемогущего Бога. Абсолютно. А вы кто такая? И все. Если я такую позицию займу, так вы, так сказать, со мной не сможете спорить. Выше которого нет ничего и никого. И если я это вещаю, то тогда уже я приближенный к этому Богу. Соответственно, вы со мной должны считаться. Правда? Я же это вот говорю про Бога. Кого тем самым возбушает? Как вот кого-нибудь начальника то хвалит? Он же, так сказать, все эти подхалимы, если они хвалят своего начальника, они ради кого хвалят? Ради себя. Раз они его хвалят, они вот, они вот, его команда, его креатура. Бог создал мир, и абсолютно не зависит ни от природы, ни от человека. Природа и человек полностью зависят от Бога. Бог – это личность, которая создает мир лишь по собственной воле. Воля, присущая Богу, предваряет всякое творение. Бог настолько всемогущ, что ни на один миг не оставляет свое попечение над миром и осуществляет непрерывное творение. Вот вы думаете, вот мы тут сейчас занимаемся тут не по воле Божией. Все совершается по Божьей воле. Бог нас попустительствовал, Он попустил нам узнать, что такое свобода. И мы записали. А если Бог был бы против, ничего бы мы не записали. Он всемогущий. Можно это опровергнуть? Как вы это будете опровергать? Сейчас-то еще это ничем, так сказать, вам не грозит, а будете опровергать в то время, сожгем. Вас быстро хворост принесем, мы сожгем тех, кто опровергает. Такие вещи. Гореть будет хорошо, народ сбежится смотреть, что будет с теми, кто опровергает. Бог – это причина познания, ибо все знания даются божественным откровением. То есть не надо учить ничего к экзамену. Придете на экзамен, и тут откровение вам. Вам остается только записать. А как сделать так, чтобы откровение было? Я, например, делал так. Я вот последнюю ночь обязательно спал много. То есть я вот накануне, предыдущая ночь, мог бы два часа не спать, готовить к экзамену. А вот последняя ночь – это святое. Тут откровение должно быть. Спишь себе, по утрам встал и пошел. Будь что будет. А если вы отдохнули, хорошо, вас спрашивают, а вдруг вам что-то в голову придет. А вы замучены, если придете, ночью накануне прямо этого экзамена, готовились, готовились, я вас спрашиваю, вы смотрите на меня, что вы спрашиваете? Вам только спать хочется, а я вот это спрашиваю вас. Обязательно спите, иначе откровение божественному не будет на экзамене. Главное – выспаться. Поэтому я вот поощряю, вот люди уже выспались, они вот сами улыбаются. Все такие мрачные сидят тут, которые раньше пришли. А эти веселые, посмотрите на них. А им сейчас придет какое-нибудь откровение. А нам не придет, потому что откровение приходит, ну, на свежую голову. Они только что дышали свежим воздухом, а мы вот сидим уже, сколько здесь с вами. У меня-то тоже никакого откровения уже не может прийти. Я тут еще перед вами группа была такая. Так. Бог не только причин, но и главный, основной, единственный предмет познания. У нас сейчас такая свобода тоже есть. Есть христианский гуманитарный университет. Вот кто вот восхитился тем, что я сейчас рассказал, может покинуть эту высшую школу. Чего вы в школе тут сидите? Идите в христианский гуманитарный университет, и будете там Бога познавать. И зарплату будете потом получать. Там хорошие зарплаты, вот те, кто закончил. А заниматься можно тем же самым, вроде бы. Мудрость есть у Бога. Бог – это наивысшее благо и любовь. Бог – причина всякого блага и любви. Бог – цель этой любви. Бог одарил человека душой. Каждая человеческая душа творится Богом индивидуально, поэтому души неповторимы. И в такого Бога вы не хотите верить. Вот ваша душа неповторима. Он ее творил Бог индивидуально. Не то, что мою штампованную, а вашу сотворил душу, вот особую такую. Возвысил у вас, можно сказать. А как в него не поверить? Здесь хорошие такие слова. Так и хочется поверить. Ну вот эта вот наука только все испортила. А то начинает, там проверять будем, так ли на самом деле, не так ли, начинаем. А надо просто довериться Богу, и откровение на вас не зайдет. И благодать. Человеческая душа имеет начало, но не имеет конца, ибо бессмертно. Хорошо же. Мы, правда, это тоже взяли на вооружение. Но как мы считаем? Бессмертно то, что человек сделает в интересах человечества, всего, человеческого общества. Правильно? Человек есть общественный человек, сущность человека общественная. И мы вроде переформулировали. Не в отношении Бога это говорим, а в отношении того, что делает человек. Каждый человек может себя бессмертить чем? Тем, что он что-то продвинет в какой-то области человечества вперед. И вот тот, кто продвинет человечество вперед, тот гений. А тот, кто может не продвинет в какой-то области уж сильно, но много сделает для блага человечества, то он тоже, так сказать, навечно останется. Где он останется? В культуре он останется, потому что культура есть накопленный опыт человечества, материальный, духовный. Уже это навсегда. Душа нематериальна, к ней неприложимы никакие пространственные и количественные характеристики. То есть так все сделано, что спорить вы уже не можете. Никакие характеристики ваши, все аргументы, никакие. Почему? Потому что если человек встает на такую позицию, что я верующий, как вы можете меня доказывать? Потому что если вы будете доказывать, у вас доказательства, а у меня откровения. Так? У вас, так сказать, все нужно объяснять, а у меня догма. У вас догматизм преследуется в науке, правильно? Мы что значит догматизм? Изгоняем из науки. А у нас наоборот, если я представитель веры. У нас есть догматы, а кто против этих догматов? Юритик. Будете против того, как я сказал, что такое свобода? Мы вас сожгем на костре. Это очень эффективное средство для запоминания. То есть он сам уже не запомнит, а вот все остальные запомнят, что свобода – это господство над обстоятельством, сознанием дело. Того, кто будет спорить, сожгем. Вот если стоим на позиции веры. У нас догматы. Как это вы тут собираетесь спорить, правильно, неправильно? Все, это слово Божье, тут нечего обсуждать. То есть в этот период очень ярко проявила себя противоположность науки, знания и веры. Наука или вера, или знания. То есть они ужиться, конечно, не могут. И, конечно, тяжелое было время для науки. Основные характеристики души, заложенные Богом, – это разум, память и воля. Ну, это Богом заложено. Создавая душу, Бог изначально закладывает в нее стремление к счастью. Счастье. А что такое счастье? Я вам сразу объясняю. Счастье – это максимальное познание Бога. А вы что думаете, счастье что? Кто-нибудь может сказать, что такое счастье? Вам счастье надо? Ну, что это такое? Может, это что-нибудь плохое? Кто-нибудь скажет? Вот эти люди веселые и счастливые пришли. Скажите, вот что такое счастье, молодой человек? Счастье, оказывается, тоже по-разному трактует. Не надо по-разному. Давайте ваше, что вам там Бог вложил в вашу голову? Бог вам что вложил? Давайте счастье. Откровение у вас какое-то есть? Откровения пока нет. Как нет? Счастье, может быть, это возможность заниматься любимым делом? Только возможность. Представляете, человек… Представляете, счастье – это возможность. То есть у него всю жизнь была возможность заниматься любимым делом, а он не занимался. И он говорит, что он счастливый. Да вы несчастный человек. А у вас одна возможность. А в действительности не было такой, что вы занимались. А вы свели все к возможности. У вас была, эх, упущенная возможность получается. Вам всегда бывает, как жалко, когда упустишь эту возможность. А вы взяли и акцентировали внимание только на одном, на возможности. Не получается. А вы, вы тоже счастливы. Что-то вот такой уже счастливый улыбка у вас сходит с лица. А вы потому что, говорит, допрашиваете. У вас не опрос, уже допрос. Вы счастливы сейчас, нет? Да. Более-менее счастливы, товарищ. Пусть поделится, что ж такое это счастье. А сложное это что такое, знаете? Сказать вам, что такое сложное? Сложное, это сложное из простых. Сложное, это сложное из простых. Тут всякое сложное можно так сложить, сложить и объяснить. Ну, допустим, счастье это... Ну, вот вы журналисты, вы должны людей к счастью звать, там, вы сделаете, будете счастливым. Только вы ничего не можете никуда звать. Вы сами-то не знаете. То ли счастье, то ли вы к несчастью приведете. Может, вы нас приведете к обрыву, и мы спрыгнем с него, и разобьемся. Дескать, зато вы будете герои. А чего мы какие-то не герои, а дураки. Потому что мы разбились, а ради чего? Неизвестно, чего. Журналисты, это страшная сила у них. Я прочитал, вдохновился и пошел, и сделал, как вы. Обещали. А в этом смысле, зачем вы так сделали? Как зачем? Вы же сказали, написали. Так я просто так написал. Да я думал, вы для моего счастья написали, а оказывается, вы хотели, чтобы я вот ногу сломал. Я вас предупредаю об ответственности позиции журналистов. Люди вам верят, как Богу. Верят же, прессе верят, печати. Хотя нет никакой цензуры. Печатать можно все, что угодно. Любую чушь все равно верят. Так, не знает, что такое счастье. Вот вы знаете, что такое счастье. У вас счастливое такое выражение лица, так и хочется узнать. Что же такое счастье у вас? Что такое счастье? То есть вы знаете, но не скажете. Потому что если вы скажете, то мы будем счастливы, а она из-за этого будет несчастна. Она сейчас счастливая, потому что она одна знает, что такое счастье. А как только другие узнают, ну знаете как, все равно, что эту монополию нарушили. Авторское право. Ну вот там есть грустный человек там на последней партии. Может, вы знаете, что такое счастье? По-моему, я незаметно что не знаю. Ну вот в таких случаях прибегают к чему? К великим, конечно. Я же тоже думаю, ты думаешь, я сам придумал, не додумался ни за чего. Вот Гегель говорит. Счастье счастливым человеком является тогда, когда он соответствует своему предназначению. Вот если вы поступили на журналистику и удастся вам быть удачным журналистом, значит, вы счастливый человек, правильно? А если вы поступили на журналистику, готовились, мечтали, а ничего не получится, вы будете несчастным, и у вас будет диплом, и у вас будет должен журналист какой-то газеты или такого-то канала, да? А если не получится, не заладится, вы будете чувствовать несчастным. Почему? Нет соответствия своему предназначению. А может, у вас было предназначение другое. Может быть, вы на дудочке бы играли и были бы счастливыми, а вы залезли в эту журналистику. Да пропади, она пропадет. Вот у меня так получалось в жизни. Я бы никогда не додумывался до того, потому что я хотел быть летчиком, когда был мальчишкой. Хорошо же летать. Всех любят летать, правильно? Мечтают. Потом, когда я уже учился в школе, я решил стать физиком. Тем более, у меня были дипломы, олимпиады по физике, по химии, по физикам. Пошел на физфак, бац, двойку на экзамене при вступлении в университет. Но там гуманно было сделано у нас. В июле экзамен на физфак. С тем, чтобы можно было в августе на другие поступать. Потому что, вроде как, ребята подготовленные идут на физфак. Ну, они год не потеряют. Говорят, вот я месяц занимался, занимался. Мне этот экзаменатор, который двойку поставил, говорит, поступайте на матмех. Тем более, я там с ним спорить начал. Со ссылкой на математическое доказательство физической задачи. Я поступил на матмех. Я не знал, что я буду математиком. Думаю, ну ладно, там тоже нужно думать. И что, стал я математиком? Ну, с одной стороны, вроде стал. Вот как вы? Получите диплом. И я получил диплом. У меня математика, диплом с отличием. А потом прочитал «Капитал» Маркса. Думаю, во, я пока сидел. Я, конечно, хитро прочитал. Я два тома прочитал только на занятиях. Как я вот сидел. Только вот вы сейчас бы сидели тут и читали науку логики. Мог бы я сказать, что вы причем меня не слушаете? Я сказал, да я Гегеля читаю. И сразу бы я от вас отстал. А я так сидел, читал «Капитал». На семинаре подходит, говорит, что вы тут читаете? Я говорю, «Капитал». И два тома я прочитал. Нисколько не затратил. На лекцию не ходил. Кстати, лекции были хорошие. Я потом узнал. Коллега потом, который был у меня оппонентом. По диссертации, оказалось, читал эти самые лекции. А я не ходил, тоже читал «Капитал». Ну, Маркса не хуже, конечно, знал политэкономию, чем этот коллега. Ну, вот третий том пришлось уже читать. И стал я. И поступил в аспирантуру экономического факультета. И через два с половиной года защитил кандидатский статус. Преподавал тут на матмехе для математиков политэкономию. Во! Ну, счастье. То есть математик, я преподаю для них. Они счастливы. Мне до сих пор там товарищ Краинович из США присылают календарь. Он уже там женат. У него там какое-то там дело. И вот все спасибо. А потом я, поскольку пока готовился, экономически прочитал науку логики, я старше ее все изучал, изучал. У меня оказалась работ философских. Половина. И вот я дважды защищал по политэкономии и не защитил, это хорошо или плохо. То есть больше половины голосов и меньше двух третей. Хорошо или плохо. Выстил вроде как хорошо, потому что я потом пошел по философии и через четыре часа защитил диссертацию. Ну, потом меня, поскольку я тут ни разу на философском не студентом не был, не аспирантом, не докторантом, а сразу докторскую защитил. Ну, меня на перезащиту институт философии. Сначала в ВАГ, потом на институт философии. Я там тоже защитился. Ну, и после института философии уже все. А работал я пока на кафедре экономики и права. Потом, когда я профессора, звание получать стал. Мне раз и прокатили опять. Больше половины, меньше двух третей. А если бы не прокатили, может ты получил бы профессора по кафедре политэкономии. А поскольку меня прокатили, уже с того времени кафедра переименовалась с кафедрой экономики и права. Потом я получил звание профессора, но уже по кафедре экономики и права. У меня уже еще одна специальность есть. Математик у меня есть, экономист есть. У меня еще доцент кафедры управления и планирования социально-экономических процессов. Доктор философских наук. Профессор сейчас кафедры социальной философии, философии и истории. А звание профессор по кафедре экономики и права. Ну, как вот я Мог я предполагать, что вот Если бы мне кто-нибудь рассказал, что я буду Преподавать Философию на журналистике Это, конечно, бред какой-то То есть, что такое То есть, вопрос о предназначении Соответственно, он Такой, тоже диалектический То есть, это не в раз Вы же не знаете, как жизнь ваша сложится Правильно? Не знаете Я же не знаю, кто из вас будет премьер-министр А кто президент Они же из университета нашего выходят Вы все знаете Вот вы, наверное, будете президент Он смотрит так, серьезно А вы будете рассказывать, что у нас денег нет Наверное, как Медведев Вот Татьяна Воликова уйдет Министр должен выйти по социальным вопросам Правильно? Потом здравоохранению Из кого они берутся? У меня были такие две дипломницы в свое время Которые мечтали работать в Министерстве иностранных дел А дело было на экономическом факультете Я говорю, не хотим заниматься экономикой Мы хотим заниматься в Министерстве иностранных дел Работать Я говорю, а вы громыко знаете, какая у него ученая степень? Кухая Доктор экономических наук Экономист То есть, как это? Непонятно, как складывается А правят нам сейчас юристы Ну, Путин кандидат экономических наук А доцент Медведев Кандидат юридических наук Экономика и права у нас сейчас правят Вот такое сложное определение Счастье Это соответствие своему предназначению Это одно понимание Это Гегель так сформулировал А Маркс не так сформулировал А Маркс так сформулировал Потому что история славит Как самого счастливого Того, кто принес счастье Наибольшему количеству людей История не спрашивает Вы ночь не спали, болели Страдали Боролись Вот если вам удалось принести счастье Наибольшему количеству людей Вы можете доказывать Что вы несчастный человек А никто с вами даже и разговаривать не будет Сказать Вот счастливчик Вот он счастливчик Вот смотрите Потому что он и вам сделал хорошо И вам, и вам, и вам И вам, и мне, и всем нам И его будут считать счастливчиком А его спрашивать даже не будут И слушать не будут Что он будет Говорит Да нет, я несчастный человек Я вот еще это хотел сделать Вот это у меня не получилось Это не важно Вот ты сделал вот это Это вполне материалистическое понимание Свободы То есть счастье То есть счастье Если человек имеет сущность общественную Если он для многих людей принес Улучшил их положение Значит он счастливый А то, что ему не все удалось А кому все удалось Посмотришь историю науки Доказал такую-то диорему Открыл это, это, это Потом умер Потом следующий пришел Берет это и продолжает Сделал, сделал, сделал Потом и так далее И вся цепь вот этих событий Это так, что люди продолжают Это движение восхождения Развития общества Ну вот, а мы остановились с вами На таком еще моменте В развитии философии и религии Когда все-таки философия Еще из-под гнета религии не вышла Что разум просто был опорой для веры Разуметь, чтобы верить Верь, чтобы разуметь Вера основной и исходный пункт Всякого познания Познание без веры греховно Вот все ваше познание сейчас Граждане, с точки зрения Тех людей, которые в то время были Греховно все ваши дела Хотите узнать Возвыситься хотите Хотите как боги За что бог выгнал Адама и Еву из рая Не помните? За что? Ну, они съели ябок А что они хотели? Он там прямо говорит Вы что хотели? Не просто все А вы хотели узнать Что добро, что зло То есть, бог, видимо, задумал Чтобы люди, они не понимали Что добро, что зло Как собаки, как кошки Как домашние животные Но они же не понимают Что добро, что зло Вот кошка, она любит Вас любит В том, когда вы забыли ей что-то дать покормить Она рассосывает Укусила заново И потом полтора месяца будете болеть Страшные укусы кошачьи И причем он не сказал Что будете как я Что вы хотели быть как мы Как боги То есть, там даже Это воспоминание о том Что было многобожие Есть в Библии Я из Библии цитирую Очень интересная книга Произведение Которое вошло в культуру человечества Правильно? Там же есть уроки Вы хотели узнать Что добро, а что зло А надо, чтобы вы не знали И вот за то, что вы хотели узнать Что добро Вот вообще, зачем вы пришли на эти лекции? Чтобы узнать Что добро, а что зло Вот если бы я был бог Я бы за вас Выгнал отсюда И чтобы И дети ваши потом бы И дети ваших детей бы В поте своем В поте лица своего Ели хлеб свой И наказание, чтобы распространялось Вот так вот на всех И вот это и на вас распространяется Вот тогда вот еще Захотели узнать Что добро, что зло И вас надо наказать Потому что опять все равно Сидят здесь на партах На партах И узнают Что добро, что зло Вот я бы Жалко нам не дают Сжигать таких людей Ну согласитесь Что самый момент такой сейчас Раз вот здесь вот Во многих знает Что вот бог За что выгнал Адама И все равно пришла И все равно хочет узнать Что добро, что зло Неисправимо это В общем правильно Он наказал В труде будете своем В поте лица своего Журналистского Будете свой Журналистский хлеб есть Запомните Так и будет Вот так бог постановил Все будет по богу Как он сказал Так и будет Так Схоластика Термин схоластика Подразумевает Не столько философскую доктрину Сколько философию и теологию Преподаваемую В средневековых школах Разум и философия Суть преамбула веры Разница между философией и теологией Не в том Что одна занята одним Другая другим Обе говорят о боге Человеке и мире Но первое дает Знание несовершенное Это что Философия Вот я вам докладываю С точки зрения теологов Я вам докладываю Несовершенное знание Потому что можно всегда Уточнить Улучшить Да А теология же В состоянии дать ответ На все вопросы Ведет к вечному спасению Ну вот тем кто Кстати Хотел узнать Что добро Что зло Уже на спасение Можете не рассчитывать Какое спасение это Вы же нарушили Главное А как вы спасетесь Как вы спасетесь Ну летите в рай А что вы будете делать в рай Страшная муха Говорят что воду Хоть там хоть Жарят на сковородке Какие то есть А тут вообще ничего В общем дело плохо ваше В сумме против язычников Фома Аквинский пишет Есть истины Которые превосходят Сколь угодно Мощный разум Например Бог един Но в трех лицах Другие истины Вполне доступны Разуму Например Что Бог существует Что Бог един И подобные этому В полном соответствии С Аристотелем Фома Аквинский Что вещи представляют С собой Единство формы И материи При этом Каждая вещь Обладает Некой сущностью То есть уже Началось движение Изучение Материи Но в такой вот Религиозной еще форме Сущность каждой вещи Проявляется Благодаря тому Что есть некая сущность Всех сущностей Форма всех форм Вот вам Стремление к общности Характерное даже Для философии Правда К обобщению Аристотель называл Эту высшую сущность Умом А в христианстве Это Бог Фома Аквинский Использовал Аристотелеву логику В разработке Доказательства Босия Бога Так в сумме Теологии Он приводит Доказательства Существования Бога От движения От производящей Причины От категории Необходимости И случайности От степеней Совершенства От целесообразности То есть если у вас Что-то не получается Научно доказать То да Это вот Вы сошлетесь на Бога И все Как-то закругляется Сразу прибегали К Богу И с Божьей помощью Все решали Спор о природе универсалей Проблема Рассматриваем уже В античной философии А соотношение Единичного и общего Приобретает новое звучание В споре о природе универсалей Сложились две позиции Реализм И номинализм Первые считали Что подлинная реальность Обладает общей Другие Что единичная И вот и спорили Одни за это Другие за то А почему это все Называется Потому что эти споры Не приводили к результату И они не опирались На что-то твердое На чем можно Остановиться И с этой позиции Неопровержимо доказать И подобрались мы с вами К философии эпохи возрождения Философия эпохи возрождения Вот очень важный Переломный момент Когда наука Начинает освобождаться От влияния церкви И отделяться От церкви Сейчас она Пытается снова соединиться И государство Стало начинает соединяться Вот было время Философии эпохи возрождения Когда отделялось В конце 13-го Начале 14-го века Вот мы куда уже пришли 14-й век Это уже почти Наша современность В Западной Европе Начинается процесс Изменивший жизнь Человека Во всех сферах Философии Литературе Науки Политики А как вы думаете А как вот оно вдруг изменилось В чем дело Что являлось Толчком к изменению Ну вот Люди которые Не изучали Так сказать Как-то влияние Роль производительных сил На развитие общества Они Как бы не Не замечают Что постоянный процесс Который идет В производительных силах К чему сводится К тому что Постоянно Совершенствуется Орудие труда И от всяких Примитивных Орудий Как все более и более Мощным Это привело к чему Это привело к тому Что появились Появилась возможность Некоторых людей Вообще освободить От производительного труда И они могут заниматься Только науками И искусствами Потому что другие Добывают Хлеба достаточно Чтобы прожили все И те кто занимается Этим производительным трудом И те кто не занимается Чтобы правильно Распределить Надо Забрать у тех Кто занимается Производительным трудом Часть Пусть они занимаются Вот вы будете работать А я буду заниматься Наукой Это справедливо С моей точки Это справедливо А вы что тут так Как-то Чтобы вы так Поскольку так Смотрите сурово Будете рабами А вот тут У меня люди сидят Которые с оружием Если будете выступать Они вас Таколят Ну можно было Убить раба По закону Можно убить раба Если она принадлежит Рабовладельцу А что вы думаете Рабы-то откуда взялись Вот мы с вами воевали Вы проиграли Вот если бы вы выиграли Вы могли бы меня убить А если Вы проиграли То я мог вас убить Но вам даровал жизнь Так вы радуетесь Что живете Меня содержите И себя содержите Я же вас не убиваю Но если будете конечно выступать То это ясное дело Что мы вас тогда и убьем До этого так До рабовладения Просто всех убивали И все Никак кто в плен не брал Какой смысл брать в плен Потому что вы меня прокормить не можете Зачем вы мне нужны Незачем Поэтому Говорят Вот жестокие были нравы Прямо вот кровавые Так раз и убивали А что еще делать А раз вы можете создать продукты Что вся моя семья Может жить хорошо И у меня и вино И виноград И все необходимые продукты И вам хорошо А так бы вы уже В земле сырой лежали Согласитесь Что вам хорошо Если будете поднимать восстание То мы его подавим Вот Спартак поднимал В восстание Осталось только команда От Спартак От этого Спартака А вы все вспоминаете Спартак 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 А вот помните Что сделали со Спартаком Потом снова были восстания Крестьянские Крестьянские Пугачев Сипанрай Конград Булавин Опять все то же самое Не хотели работать На барина И так вам уже жизнь хорошую сделали При феодолизме Правильно же Уже нельзя было убить Крепостного крестьянина А работать то надо же К труду надо вас приучать Как вас еще приучишь Вы должны трудиться А я должен У меня вон сколько Смотрите Красивых дочерей Они будут на балах А чтобы им красиво Там В красивых платьях Выступать Надо чтобы вы Много работали Что тут непонятного А будете плохо себя вести Продам Вам не нужен раб Ой нет Крепостной Не нужен А вам Ну и найду покупателя Хороший Хороший Ну это же было Не так давно Ну что такое 19 век Когда крепостничество Отменили В 1861 году А после 1861 года Земли то им не дали Их как бы отменили А сразу землю забрали На которую они обычно Хозяйствовали Если хотите Этой земле пользуется Платите А если денег нет Давайте в долг работайте И опять на той же самой Барше они работали И так они работали Потом буржуазная революция Это же хорошо Буржуазная революция Буржуазия должна была Что сделать Забрать землю У помещиков И отдать ее кому Крептианам Зачем Чтобы развивался капитализм Потому что сразу Одни богатеют Другие беднеют Появятся батараки Бедняки Кулаки То есть капиталисты сельские А что буржуазия А буржуазия не захотела Да Говорят Мы сейчас отнимем У помещиков А потом они у нас Отнимут другие Нет давайте мы Не будем мы трогать Эту собственность И дождались до того Что большевики отдали Большевики Не большевики Придумали отдать землю Крестьянам Правда Это вообще Во-первых Это буржуазная идея Во-вторых Исеры с этим ходили Отдать землю крестьянам Разработали программу Наказ крестьянский Никто кроме большевиков Не хотел Почему большевики победили Да потому что большевики Сделали то Что требовало крестьян Что многомиллионные А самая основная Масса народа Кого им поддерживать А Деникин Который шел к Москве Уже почти завоевал Москву Идет Идет и параллельно С продвижением вперед Значит возвращает землю Помещикам И вешает крестьян Которые же начали ее обрабатывать А крестьяне Которые в белой армии Стали все хуже и хуже воевать А в красной армии Все лучше и лучше стали воевать А потом погнали Этого Деникина И все закончилось На этом гражданская война Потому что вы Как вы хотите Большевики дали Людям Землю А вы ее хотите отнять Кто основную массу Составлял красной армии Рабочие или крестьяне Красная армия Не знаете Крестьяне конечно Рабочих то мало было А командовали кто-то Царские генералы А что мы будем Бизонтанты что ли Есть правительство Какое есть Так мы этим Российской Мы будем служить Все данные Последние Говорят о том Что в красной армии Более высокий уровень Был военных специалистов Чем белый И большевики Сказали отступим От принципов Парижской коммуны У нас для коммунистов Парт максимум А для специалистов Военных и технических Нету Будете вот по буржуазным меркам Получать Ну будете работать И работали Ну конечно комиссары Были при этом Ну их хорошо Работали Кто разбил Белую армию Крестьяне Рабочие Прежде всего крестьяне Рабочие И возглавляемые Царскими Бывшими царскими Военачальниками Военноспецами И Комиссарами Так получилось Так вот получилось То есть В основе Вот этого всего Движения Которое мы будем Еще рассматривать С вами И дальше Что лежало В основе Всего этого Движения Лежало развитие Производительных сил Потому что Если Начинается Капитализм То нужен Свободный работник Свободный от чего От всего Почему от всего Свободный Потому что Если он будет Несвободный Он не может Прийти на фабрику Потому что Вот Эти самые Крепостное право Задерживало Развитие капитализма Фабричного производства В городах И городского Развития Ну если Вас Не отпускает Помещик Как Вы станете Рабочим Никак Значит надо Прогнать этих Помещиков И тогда Вы пойдете Свободный В чем Особенность Капитализма В том что Никакой Нет личной Зависимости Вы никому Ничего не обязаны Вы совершенно Свободны Абсолютно Свободны Особенно Вот вы Свободны Сидите На первой парте И вам Кушать вам Нечего Почему нечего Потому что У вас нет ни Фабрика Ни завода Ни корабля Ни подводной лодки А у меня А у меня Есть Если я Капиталист Правда Вы Походите Походите Поскольку Вы из Капиталистов Больше Никого Не знаете А меня Знаете Вы Придете И спросите Михаил А нет ли У вас Что-то Подзаработать Я говорю Знаете У нас Так плохо У нас Зарплата Маленькая Больше Мы не можем Платить Сейчас Тяжелые Времена Вы Подумайте Еще Вы Пойдете Погуляете Еще Два Дня И так То Вы Не Очень Так Полные И Придете Еще Более Стройные И Скажете Да ладно Михаил Ачевич Что Делать Соглашаюсь Я на Ваши Условия Зарплаты И Все Вы Свободно Мне Продаете Свою Рабочую Силу Правильно Это Ничего Плохого В этом Нет Вы Способность Трудно Мне Продаете Ровно Сколько Там Часов Было В России Не Помните Первый День Была Работа Вот Хорошо Было Этим Нынешним Олигархам Особенно Прохоров Понравился Он 60 часов Хотел Сделать Неделю Но Не Прошло У него Вот Десять С Половиной Часов В 1897 Году Установили 1897 А Один С Половиной Один С Половиной Один С Половиной Да Извините Один С И Работайте В удовольствие Вы же Сами Пришли Ко мне Работать Я вас Не Заставлял Но Ушкарс Пришли Так Пожалуйста Вот Один С Половиной А Потом Была Буржуазная Революция И В явочном Порядком Установили Рабочие Сами Себе Какой Рабочий День После Февральской Революции Буржуазной Свобода Равенство Брата Все с бантами Ходят А вы Взяли Восемь часов Отщелкали И пошли Домой Я говорю Какуда А все Говорят У нас Сейчас Буржуазная Революция Свобода Равенство Братство Мы с вами Братья И помахали Мне рукой И ушли Домой А что мне Делать И ничего Не могла Буржуазить Да еще И советы Создали Советы Кто Первые Советы Большевистские Или Сэроменьшевистские Ну кто Был Председателем Первого Совета В Петрограде Вот В семнадцатом Году Городского Совета Сказать Киренский Был Председателем Петросовета В Таврическом Дворце Заседали Ну что Делать Не хотят Не хотят Работать Люди Бездельники Ну потом А большевики Взяли Этот декрет Сделали Узаконили Что Узаконили Вот то что Делали люди Явочным Порядком Узаконили На чем Иждилась Так сказать Уласть Что она Выражает Коренные Интересы Народа Вас Сейчас Устраивает То что Три года Сокращается Реальная Заработная Плата И реальные Доходы Вас Устраивает Это Не Устраивает Так Вы что Антиобщественный Элемент Что Ли Не Устраиваете Надо Присмотреться А вы Скажете А у нас Свобода Слова А у нас Действительно Свобода Слова А вы Можете Говорить Что это Плохо А мы Будем Понижать Вам Жизненный Уровень Вот она Свобода Красота Вы делаете То что Хотите Хотите Не хотите Уходите У нас Безработица 4,5% Не скоро Найдете Такую Зарплату Безработица Вы что Думаете Буржуазии Дураки Не могут Посчитать Сколько Рабочих мест Сколько Работников Они так Делают Рабочих мест Чтобы было Меньше Потому что Если сделаешь Что ровно Столько Так вы Будете Требовать Зарплату Бесконечную А так Вы будете Требовать Ну так Вот там За вами Знаете 5 гасарбайтеров Стоит В очереди Будете Кочевряжиться Проходите Вот сейчас Они будут Работать И все Ну еще Один год Могут Вам Потом Вас содержать В центре Занятости А через год Вас вообще Забудут Все Старство Вас забудет Так у нас Сейчас Востроено Общество Что вот Все Если за год Вы не устроились Вам предлагали Разные места А вы так И не устроились Ну все Нечего Изъявенцев Кладить Значит Вообще Выяснилось И раньше Выяснялось Что вы Неуспешные А сейчас Совсем Вы неуспешные И все И забыло Вас Государство Сейчас Оно Вспомнилось Что оказывается Надо Зарплату Устанавливать Минимальную Ниже Прожиточного Минила Вот вспомнили Только сейчас А написано Это в Трудовом Кодексе Принятом В 2001 Году Но в конце Там была Приписка Такая Что вот Это вот Положение Статья О том Что минимальная Зарплата На уровне Прожиточного Минила Входит в действие Специальным Законом И бывший Министр труда Починок Такой С такими Ушами Он говорил 15 лет Пройдет Прежде чем Вы получите Такой закон Ну вот Как воду Прошло 15 Лет Это было 2001 Тут сейчас В 2017 Году Объявил Владимир Владимирович И с 1 мая С 1 мая Будет Рост На уровне Прожиточного Минила Все уже Решено Уже Нижняя палата Думы За это Проголосовала А почему Она проголосовала У него В прошлом году У депутатов Было 420 тысяч Рублей Зарплата А я Вчера Думаю Надо мне освежить Данные Посмотрел В интернете Сейчас 18 Смотрю 800 тысяч В месяц Будет Зарплата А еще У нас Пенсии Есть Два Пенсионных Закона Один Трудовых Пенсий К вам К вам Трудовых Вы же Трудиться Забираетесь Ну вот И думайте А если Пенсия Госслужащим А вы Госслужащий Пойдете Как президенты 10 лет Если вы Отслужите 75% От дохода По занимаемой Должности Вот если Вы будете Депутатом 10 лет Отсидельцем Отсидите Там 10 лет В думе То будете Вы получать Отсчитайте Пожалуйста 75% От своих Смисот Сколько будет Сразу Не можете Посчитать Даже 600 тысяч Будете получать Пенсию Скромную Такую Пенсию Госслужащего Посмотрите На него Сейчас он Стройный Я не знаю Как он удержится Не располняет От такой Пенсии Это ужас Куда Деньги Распихивать Такие Это же Надо думать Он Как Грузинин Мучился И сейчас Мучается Туда Пошлет Туда Пошлет На такие Счета Никак Не может Закрыть У него Сейчас Сообщение Налоговой Службы Швейцарии О том Что На этом 2 килограмма Золота Еще лежит Неуччленных И цикл Не доложили Что Прямо Попал Человек Никак Не хотят Это Ну Человек Отвез Туда Туда А что Не сюда А вы В Сбербанк Вы что А что В Сбербанк Вот надо Куда Куда Грузинин Вы тоже Будете За границу Отправлять Вот Он уже Подтвердил Он Будет За границу Конечно Здесь Сразу Отнимут Столько Здесь Но Там Теперь Тоже Плохо Я Вам Очень Рекомендую На Сайте Опер Точка Ру Беседа Прошла Пучкова Руководителя Этого Сайта И Известного Такого Экономиста Хазина И блогера И вот Хазин Рассказывает Какая Сложилась Ситуация За границу Вы деньги Отправите Свои Наши Олигархи Отправили Деньги А теперь Всякие Санкции Вот Они Туда Подадутся Приедут Там Скажут Ну Вы приехали Докажите Происхождение Этих Вот Ваших Денег И по Нашим Законам Они У вас Не проходят Поэтому Мы Ваши Счета Арестовываем Вот Вы Приедете Ваши Счета Арестованы А Вы Туда Миллиарды Все Перекатали Это У вас Не Отняли А Арестовали Что Такое Арестовали То есть Вы Не Можете Ими Пользоваться А Это Что Значит Вот Он Придет В Банк За Кредитом Я Ваши Деньги Ему Кредит Дам И Получу Прибыль Проценты Я Буду Получить С чего Вот С этих Денег Которые У вас Арестованы И Вы Сидеть Десять Лет Со Судиться А Осудиться Как Вы Что Не Знаете То Законодательство Другое По Нашему Законодательству Все Хорошо Можно Было Воровать Амнистия А Там Нет Амнистии Ну Если Вы Поделитесь Может Быть С Адвокатом И Прочее Вам В итоге 10% Отсудите От тех Денег И Будете Там А Хатин Говорит А Здесь Останетесь Здесь Тоже Начали Так Кто Наворовал Начинает Сахалина Посадили И Вас Посадят Куда Вы Детесь Отдайте Лучи Деньги Хоть Судентам Своим Коллегам Хоть А вам Хоть Часть Останется Может Вас Не Посадят А Вы Все Как Себе Набираете Это Вот Думайте Сейчас Вот Так Вот Сложно Теперь Знаете Как Тяжело Сейчас В России Жить Ужас Сейчас Вот Вы Такой Хороший Счастливый Ходите А У вас Был бы Миллиард Вот Куда Вы Одевать Либо Эти Посадят Либо Тебя Посадят Или Тебя Отнимут Эти Посадят Хазина Спрашивает Пучков А Что Делать Ну Работать Надо Работать Вот Не Хотелось Придется Работать Вот Беда Вы Ж Не Собирались Работать Ей Придется Работать Ну Это Мы Так С Вами Забегаем Вперед Немножко В На самом деле Мы эту философию Изучаем Историю Не потому Что она Просто имеет Историческое Значение Потому Что Потому Что Современный Человек Российский В том Числе Если он Не изучает Философию У него В голове Здравый Смысл А что Такое Здравый Смысл Еще Энгельс Объяснял Здравый Смысл Это Обрывки Философских Всяких Старых Концепций Которые В несистематической Форме Были Изучались Когда-то В школе В вузах И так далее И которые Над ним Давляют То есть Если вы Не создали себе Передовую Философскую Систему В голове Значит вы будете Пользоваться Вот этими Отсталыми Представлениями Которые есть И даже не сможете Отличить Что вперед Что назад Что прогрессивно Что это Как вот Для чего Историю берут Чтобы узнать Мы Вперед движемся Или назад Если мы возвращаемся Вот к этому К тому Что вы Над нами Над разумом Господствует вера Значит мы Пошли вспять А если мы Не возвращаемся Значит мы Идем вперед Ну вот иногда Складывается Что мы Пошли вспять Вот хороший у нас Губернатор Вот какой у нас Губернатор Скажите Ну что Вот Это ваше Молчание Странное Я вот Скажу губернатор Я спрашиваю Журналистов Они молчат Уже Это ваша Оценка Вот вашей Деятельности Да вы Хорошие А зачем Набережную Рубиспера Переименовал Воскресенскую Набережную Это разве Хорошо Что такое Рубиспер Рубиспер Это великий Какой Рубиспер Какой Красный Большевистский Или буржуазный А у нас Сейчас какой Строит Буржуазный Ну так Губернатор Должен соответствовать Буржуазному Обществу Как вы считаете А он берет И выкидывает Буржуазный Рубиспер И ставит Воскресенскую Набережную Вместо Набережной Рубиспер Нехорошо Мало И так уже Здесь Благовещенский Мост Был у лейтенанта Шмидта Если на Мост Зайдете Там все Золотом Написано Что тут Шмидт И Кто такой Шмидт И что Происходило Люди Что это Что Большевик Что ли Шмидт Был Нет Революция Еще Первая Первая Буржуазная И неудавшаяся И что такое И какая благая весть у нас Что мост построили Но это благая весть Орловский Тоннель не будут строить Это не благая весть А у нас Еще улица Марата Есть Тоже был Буржуазный Революционер Тоже Переменовать Будем Не Не будем Почему Потому что Он Грязи Назывался Грязи Ну так Как-то Надо Видеть Что Вперед Что Назад Уже Много Напеременовали Вот Салтыков Щедрина Он что Большевик что ли Был Улицу Салтыкова Щедрина Наверное Не знаете Вы А это Как теперь Называется Салтыкова Щедрина Кирочный А еще Были два Писателя Вот Гоголь И Герсон Ну ладно Герсон Уже Такой Что-то Революционный Стал Давайте Его В сторону А Гоголь Что Плохой Сделал Великий Русский Писатель Так Так это Теперь Малая Морская Там До моря Когда не было Там Оттуда Какое там Море Раз Гоголя Ну и Герсона Заодно Убрали Так Два Было Этих Смирновых Проспект Смирнова Был Это Был Председатель Исполкома А Другой Комиссар Смирнов Председатель Исполкома Убрали Сделали Ландское Шоссе Как Прицаре Было А комиссар Смирнова Оставили Где Логика Ну Комиссары Оставили А представителей Исполкома Выгнали Комиссара Надо Тогда Было Убирать Он же Красный Нет У Выборгска Рядом Метро Площадь Ленина Ленина Оставили А этого Убрали А Габернатор Хороший Хороший У него есть Недостатки А как узнать Что вперед Что нет И ему Объяснить Ну надо Смотреть Какое Какое Историческое Движение Было От Бога К разуму Или от Разума К Богу Такое впечатление Что Сейчас Вот Например Нам объявил Выступил Директор Музея Исаакиевский Собор Сказал Сейчас Вот На сегодняшний день И в ближайшем будущем Это музей И все А только Нас уже Убедили Что все Уже не музей Уже отдали церкви Дескать Вы давайте Создавайте Стройте За счет казны А потом Бесплатно Отдавайте церкви Ну это С какой Стати У нас церковь Как Кто отделил церковь От Государства А И школу От церкви Кто Какая революция Буржуазная Или социалистическая Буржуазная Это лозунги Французская Буржуазная Революция Ну так У нас сейчас Какая власть Буржуазная Так она должна Соответствовать Буржуазному Устрою Буржуазному Буржуазному Пониманию Ну если Она Если уже Дальше Заходит Или допустим Землю стали Продавать Вот Национализация Земли Она способствует Развитию Капитализма Или мешает Межает Нет Не подумали Вот если Национализирована Земля То нету Абсолютной Ренты То есть Вот Никто Вы не должны Если вы собирались Построить Завод Капиталистическое Предприятие Вы строите Его На государственной Земле И ничего Не платите И у вас Издержки Маленькие И раз Маленькие То вы Быстрее Развиваетесь А если У вас Частная Земля Вот вы Решили Построить На этой Земле Завод Заплатите Мне Вот такую Вот Ренту А рента Это По определению Это Экономическая Форма Реализации Собственности На Землю То есть Я вот Паразит У меня Ничего Не делаю Просто Я Собственник Земли Не спрашивайте У меня Как я Эту Землю Получил Не спрашивайте У нас Амнистия Уже Была Всего Этого Как то Вот Я стал Собственником И вы будете Все время Будете Тратить Это Время Вы Капиталист Будете Тратить Деньги Просто Меня Будете Содержать Паразит Раз Вы Содержите Паразиты Вы Задержите Развитие Капитализма Вы Еще Поддержите Идейное Этих Паразитов А Я должен Буду Государство Платить Нет 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 Государство Обычно Не берет Или берет Очень маленькие Деньги Ну Почему Скупают Заводы А потом Их Разрушают Потому что Заводы Когда Скупают То Считается Что Земля Переходит То есть Землю Не покупают А покупают Завод Завод За бесценок Покупают А потом Сносят Все А вот Эта Земля Уже Золотая Для строительства И продают Ее И все И не надо Ничего не делать Вот этот Пусть там Бьется Президенты А вы должны Думать Умом Как Подняться Очень просто Какие-то Создают Заводы И повышают Производительность Труда Нововведения Вот Организуют Производство Не надо Ничего Организовать Убивайте Эти заводы И продавайте Потом эту Землю Которую Вы по дешевке Получили От государства За гроши А продавать Будете За доллары За сотни И тысячи И миллионы Долларов Учитесь И будете Как обрамой А сейчас Вы не успешны Не успели Делили Вот люди Вы прибежали Уже захватили А вы опоздали По возрасту Ну теперь Вот так Придется вам жить Вот Так что Вот То на чем Мы сейчас Остановились С вами Остановились Мы на философии И прочее Возрождение Нам заставляет Подумать о том Что вообще В чем состоит Движение Что вперед Что назад Если человек Журналист Если не различает Что вперед Что назад Но он вообще Журналист Никакой Потому что Он не знает Куда звать И чего Объяснять Надо Ну вот Губернатор Ну ошибся человек Ничего страшного Объяснить Надо ему Все ошибаются Кто без ошибок Нет таких Небольших И вот Объяснять должны В первую очередь Журналисты Для них нет Таких вот Канонов А не свобода Нельзя журналистов Ограничить Никак Правильно У нас цензуры Нет Нет Ну выгнать вас Работа Запросто можно Никакой Пишите что хотите А потом не удивляйтесь Что вас выгнали Ну нет Цензуры По самом деле Нет Когда говоришь То что Ну когда говоришь То что думаешь Думаешь Что говоришь Диалектик Вопросы есть? Нет Продолжим В следующий раз Будем дальше Двигаться Нам надо добраться Вы же чувствуете Мы уже Подбираемся К нашей эпохе Уже буржуазная Эпоха Пошла Современности До свидания Ну все знают Что такое Свобода Вот Пойдете Другим Расскажете